В этом видео ты узнаешь 11 основных смоков за атаку на мираже, 3 командных раскиды для выхода на основные точки, а также мы расскажем, как реализовать их так, чтобы не облажаться. Это легко и запомнить, и сделать, и ты обязан это знать. Так что садись поудобнее, мы начинаем. Вы просили нас гранаты на мираже и 64 секрете, но многие из них работают и на 128. Давайте начнем с раскида медаль для захода на B. Сперва мы покажем вам каждый смок отдельно, а после, как это работает все вместе. Первый смок дается на старт. Он очень прост. Залазим на мусорку, наводимся на правый верхний край антенны и кидаем левой кнопкой мыши. Смок даст нам легко занять топ-мид. Второй смок дается в окно, и он так же прост, как и предыдущий. Заходим в апарты, находим угол тени дома, становимся на него. После наводим прицел на пересечение антенны и нижнего провода и кидаем смок левой кнопкой мыши. Он идеально закроет окно. Третий смок дается вниз коннектор. Становимся в угол на респе возле апсов, наводимся на эту точку ковра и делаем джамп-троу левой кнопкой мыши. Смок ложится на лестницу в коннекторе. Остается только смок для безопасного прохода вглубь шорта. Когда смок на старт уже лег, становимся справа от черных мусорных пакетов, наводимся на вторую справа рисочку над окном и кидаем смок левой кнопкой мыши. Он даст нам легко пройти в шорт. Можно кинуть его чуть ниже, чуть правее, левее, это не важно. Теперь давайте посмотрим, в какой поочередности мы делали эту раскидку стаком. Единственная проблема для вас – это поджим меда или андера. Первый чел по респе дает смок на старт. Второй бежит в апсы и готовится к смоку в окно. Третий занимает позицию для смока в коннектор. Четвертый смотрит поджим топ меда. Пятый кидает флешку и ждет команды. Как только смок с апсов полетел в окно, ждет команда оставшимся двум смокам. После чего под флешку в коннектор и шорт 4 человека на ноге занимают его, а пятый сплетают через апсы. Да, конечно. Кинул в окно. Можно в окно хае. Кинул хаевый. Прот зашли. За полтом, справа, у кары. Вправь на апсе, обратно шорт. Хорошо. Все, есть. Идем дальше. Следующая раскидка беплент из апсов. Давайте ускоримся, потому что она выглядит намного проще в исполнении. Первый человек смотрит поджим андера. Не занимайте такую позицию, может произойти следующее. Лучше сядьте вот здесь. Тут вас сложнее заплешить и навестись на вас. А также оставьте смок, чтобы потушить молотов врага. Первый смок дается на окно китчена. Находим крупное черное пятно на стене. Наводимся на его центр, после чего наводимся на правый угол выступа. И делаем Jump Throw. Дается смок отсюда, чтобы освободить дефолтную позицию для другого смока. Второй смок на Main дается из всем известной позиции в углу. Наводимся на стык верхней части окна и крыши. И делаем Jump Throw. Третий смок дается на Edward. Находим центр правой части окна и кидаем левой кнопкой мыши ровно между козырьком и антенной. Последний смок летит на оставшуюся часть шорта. Становимся ровно под фонарь, после чего наводимся на небо под козырьком на уровне нижней части окна. Кидаем левой кнопкой мыши. Все эти смоки даются синхронно и желательно сделать это как можно быстрее, чтобы вас не поджали сапсов. Давайте быстро глянем, как это выглядит все вместе. После небольшой паузы, когда смоки уже легли, вываливаемся толпой под дефолтные флешки. Также не забываем про молики. И последняя раскидка на сегодня, которую точно должен знать каждый. Это раскидка апланта. Один человек идет в пелос и смотрит поджим, а впоследствии дает молик на шадоу. Второй смотрит поджим со спины или занимает под рампой, если вы делаете быстрый раскид. Первый смок дается на стерз, или как называют некоторые, на головы. Его знают почти все, так что просто повторяем то, что показано на видео. Второй смок дается на КТ, и его можно кинуть по-разному. Становимся на бордюр, наводимся на центр забора, далее целимся, как показано на видео. Делаем джамп троу. Еще один вариант с той же позиции. Можете кинуть отсюда. Третий смок отрезает джангл и коннектор. Становимся на раскид, наводимся на центральную белую полосу на стене, после целимся слева от выступа ровно по центру. После вылета синхронных смоков выходим под флешки. У человека, смотрящего спину, должен оставаться один смок, чтобы потушить частый молик в рампу. Также снова не забываем про свои молотовые. Пушит мой лос, походу. Куда? Кинус он. На, кидам. Я спину взял? Я в рампе взял. Сикет смотрю. Кон, кон один. Готово был. Ну вот. Хоть мы и сливали 2-8 без разминки, после раундов с раскидками соперники поплыли, и в конце мы уже фанились снегивами. Парни, найс гей. Делайте раскиды с друзьями, учите гранаты по отдельности, придумывайте что-то новое, больше тренируйтесь и уделяйте много времени любимой игре. Мы очень старались для вас. Поддержите нас подпиской и лайком, совсем скоро новое видео. Если вам понравился данный формат, пишите в комментарии. Спасибо, что были с нами, и как всегда, увидимся скоро на канале Рожби. Субтитры сделал DimaTorzok